ну что же снова здравствуйте мои маленькие любители гальванизма это продолжение первой части видео о аноде выращенном самостоятельно в общем то я закончил с тем анодом героем прошлого ролика вот что мы имеем вот такую вот толстую пластину мы потом еще взвесим пластину из отходов вот здесь в общем то меня просили там писала девушка одна показать а что внутри а как внутри да ничего особенного это просто обычный пластиковый контейнер с вырезом для подачи в реальном времени все тех же неизменных отходов меди и вот все что у нас осталось грубо говоря после промывки то есть когда я вижу что уже напряжение упало и дальше работать ну уже не получается независимо от того что контакт двигаешь меняешь позиции все она уже в принципе не работает это бессмысленно потому что здесь остались именно отходы то есть тут даже какие-то листики это то есть все что не покрыто любой брак вот природные элементы листья с них медь растворяется и переходит на будущий анод поэтому это все уже в принципе мусор конечно здесь есть еще медь вот например пластинка меди недорастворилась от бывшего остатка анода как видно вот отверстие для подвязки и кроме того вот здесь вот среди этой трухи имеется самообразовывать скажем так медная пыль я ее промывают через фильтр она оседает вся на фильтре и это вам лайфхак так сказать чтобы не мучили меня вопросами чем вы покрываете ваши там украшения перина чем покрываете в общем природные элементы перед тем как их затягивать медью вот этим и покрываю видите медная пыль она очень тонкая не знаю насколько она тоньше именно фракция чем графит но во всяком случае только она проводит в 10 раз лучше графита потому что сопротивляемости фактически нету ну лучше нее только серебро кололоидное поэтому я ее вот фильтрую собираю и соответственно потом применяю в зависимости от разных добавок то чем пользуются лаки не лаки там и так далее акрилы не акрилы вот для вязкости именно для удержания на изделии вот я применяю вот такой вот медную пыль это думаю на этом вопрос можно закрыть это в общем то мне удобнее так работать кто как работает кому проще тратить бешеные бабки на этот аэрозольный граммолин графит и так далее 33 пожалуйста делайте это но расходы не оправдывают ожидания в том плане что можно получать конечно красивые украшения на финише но тогда сколько же на них ставить цену смысл моя задача как раз таки при без того невысокой цене я не пытаюсь нажиться на своих изделиях напротив я стараюсь немножко реально реально назначать цены ставить выставлять цены именно не за работу без всяких наценок а именно за материал за расходы за время и так далее вот и все я люблю свою работу и это прежде всего не ради денег то я так отходя от темы вот все вот это вот когда вы загрузили сюда ваши отходы перетягивается вот такой вот фильтровальной ткани ну она конечно дорогая пришлось свое время потратиться потому что продается на к сожалению метражом я не помню название там его даже не выговорить но не суть и дальше потом уже перекрываем вот это вот бывшей крышкой у кого нет такой ткани у кого нет такой ткани опять делюсь вами опытом лайфхаком можете ну конечно часто менять придется использовать влажные салфетки то есть влажную салфетку либо они должны быть с просроченным сроком давности когда там уже не осталось пропитки либо отрываете салфетку промываете и сфере обязательно сфере промываете и прямо вот сюда натягиваете можете два слоя то же самое получится но она крайне ненадежно а вот полипропиленовая ткань вот это вот она гораздо эффективнее и многоразовая она уже сереет меняет свет со временем но она все еще себя держит и все получается загрузили затянули на подвесе опустили туда мы втыкаем контакт контакт лучше сразу использовать платинированный титан либо как я говорил в прошлом ролике просто титан чем он шире тем больше площадь соприкосновения а как мы помним один из законов чем больше проще площадь соприкосновения тем лучше контакт поэтому имейте это ввиду и все за основу можно взять какой-то старый кусок анод на что хотим наращивать можно как и ранее говорил если вы допустим пользуетесь тем же графитом кусок бумажки покрыли графитом или любой другой только проводящим составом сделали подвесик окунули на него оседает медь причем чистая бескислородная галваническая медь и мы получаем анод сколько он у меня месяц с лишним рост наверное но я не заморачивался я говорю когда я повысил ток начали нарастать вот такие дендрины но может ли это считаться важным в данном случае с анодом я думаю что нет поэтому от полутора ампер ток и пожалуйста наращивайте до процесс долги до электроэнергию конечно же мотает до блок греется имейте это ввиду что легко особенность у вас китайский богом забытый блок очень легко его сжечь в этом случае поэтому нужно какое-то охлаждение для блока принудительное у меня там своим способом сделано уже лет пять назад я это придумал и сделал поэтому не буду сейчас об этом вдаряться подробности каждый по своему делает ранее ранее например как я использую со станком по камню я просто купил так называемый как же их называют в голомарте банально не в рекламу сказано генераторы холода такие плоские контейнеры скажем так сказать жидкостью выложите в морозильник потом достаете и таким образом можно положить ее на ваш лабораторный блок через полиэтиленовый пакет естественно или полотенце какое-то и он будет охлаждать его но это такой простейший лайфхак для вас опять же все для вас вот ну и на финише конечно когда мы работаем именно вот с чистой меди в отличие от отходов как я вижу многие кто работают с этим кто зовут себя мастерами они вот используют какие-то кусочки меди где-то трубки какие-то сбоку подвешивают но это честно говоря бред потому что физику никто не отменял есть площадь поверхности изделия есть площадь поверхности анода два к одному это никто не отменял да у вас может получаться затягиваться но я вижу что большинство дело даже не в дендринах а дело в качестве покрытия меди она крупнозернистая эти вот полосы ну это не то ребят вы уж не обижайтесь а для того чтобы получать качественные красивые изделия я мельком покажу в общем то достаточно все соблюдать соблюдать и будет вам как говорится счастье скоро вот выйдут ладно уж покажу не люблю конечно пока от изделия когда они не закончены но вот такие серьги я делаю на заказ то очень тонкая работа это вот клен лажно зибольдов уже сбросил листья после первого снега и получился так это я делаю на заказ скоро не будут покрываться серебром патиной будет просто шик но я очень доволен этой работой и к слову сказать вот веточки это вот веточка идет на базе она как раз таки от того самого неизвестного куста которыми так никто и не удосужился помочь подсказать что это в конце концов может быть вот эта веточка от него как раз просто шикарная фактурная мелкие листья ну я прям в восторге от этого заказа девушка о господи ффффф не финляндия как же ее успели забываю страну все время вот мы решили с ней то что ну в общем остановились на дизайне вот таком вот нет это не финлядия но я забыл блин не ориентируйся в этих странах но не суть в общем девушка из-за рубежа что характерно находят ныне теперь через ярмарку мастеров опять не в рекламу сказано это ярмарке ну а теперь перейдем дальше берем этот анод с собой взвесим его и и и и заодно покажу как собираются отходы ну вот я перешел на кухню весы кстати весы были весами но случайно супруга их разбила хотела выбросить а я просто-напросто взял кусок стеклянной полки вырезал ее конечно резал алмазной коронкой неровно ну да ладно как говорится и край заполнил силикатным клеем он теперь не реже ок ну и значит смотрим вложим наш анод сколько же мы нарастили 548 грамм ну этого хватит надолго в общем-то ого-го потратив месяц гору отходов получили вот такой вот вес причем что характерно показываю вот они наши в общем-то подвесы то есть но обычные медные проволочки на которых подвешиваются изделия случаях галактическими мнению когда на них нарастает уже скажем так необходимо количество на стоит на украшение на кончик вот этот вот тоже нарастает медь излишне вот такого формата я оставляю потому что она многоразово то есть ее можно просто-напросто чуть-чуть разогнуть и сюда можно спокойно вешать кольца например кулоны то есть это все еще как подвесы будет использовать я в этом плане сейчас экономит потому что медь стала ого-го какая дорогая я не знаю насчет покупки но продажа 850 рублей килограмм ныне это подорожало почти на 50 процентов с последнего раза вот и дальше я отрезаю в общем все перемедленные замедленные вот эти вот кончики огрызочки агарочки вот так вот я их собираю в контейнер как наберется энное количество я ее достаю все эти огрызки у меня есть и но она на улице не буду показывать специальная форма ну сделана из старого профиля можно квадратный как в этом случае в моем можно круглую из куска трубы сантиметра 2 толщиной форма я в нее накидываю вот эти вот проволочки и начинаю долбать ее кувалдой того чтобы она максимально жало сплющилась получается такие тоже анод но из кусочков составлен что характерно к слову сказать я пытался но пока еще не осилил это дело я пытался в этой форме плавить меч чтобы она заполняла ее и получался анод мы пытались это делать с ювелиром но тоже не вышло у него я пытался это делать в печи банной в печи мангальной в общем ну никак не выходит не хватает жара все таки меди нужно за тысячу градусов а там градусов но 800 получалось развить алюминий серебро это плавилось вот значит поэтому пока приходится использовать пресс накапливаю заполняю форму втрамбовываю туда и перемещая вот в тот контейнер который я вам показывал ранее все в общем то вот и все не итог наших трудов это вот такой вот она страшные жуткие но до безумия ценный потому что у меня есть мысль для начинающих гальванистов продавать такие аноды выращивать их и продавать естественно по размерам равно как и чехлы уже кто смотрел предыдущие видео вот и новости слушает вот этот вот чехол я делал из полипропиленовой нити то есть это человек специально человек он занимается он именно нам вяжет эти чехлы поэтому кому если будет необходимость кто не умеет вязать нет времени возможности пожалуйста обращайтесь эти чехлы под ваши размеры свяжем ценники недорогие тут только за работу в общем то даете полипропиленовая нить извиняюсь мне достается через человека знакомого ну за символическую цену в основном как говорится бартером поэтому вот в общем то и все всем пока будут вопросы пишите комментарии не забывайте ставить лайки учитывая как начинающим блогеру мне лично это очень нужно и надеюсь на вашу поддержку надеюсь на вашу помощь лайки делитесь где не жалко комментарии это очень важно ну и задавайте вопросы я всегда рад ответить если это актуальный вопрос и не будете не будет этот вопрос задевать за живое за душу и так далее поэтому всем добра всем пока удачи не болейте удачи